За мужество, выдающиеся заслуги, зрелость в принятии решений представители Анапского районного казачьего войска получили заслуженные награды. Работу анапчан отметили в Совете Министров Автономной Республики Крым. Мало кто знает, ни одно районное казачье общество Кубанского казачьего войска так не было обеспечено, как наше Анапское районное казачье общество. Я имею в виду транспорт, сухой паёк, материальный помощь. Это в Анапском было выполнено всё. Благодаря, я так считаю, руководству города Куро-Анапа оказали помощь. Спасибо вам за это. События поистине исторические. И вчера представитель Совета Министров, тот, который подписал благодарственные письма и грамоты нашим казакам, был назначен президентом, исполняющим обязанности губернатора Республики Крым, главы. Я думаю, что по прошествии какого-то времени у нас у всех появится возможность, мы у норождённых казаков в первую очередь, показать своим потомкам этот документ и сказать, посмотрите, в каких событиях я непосредственно не могу участвовать. О криминогенной обстановке в городе-курорте читался начальник отдела внутренних дел Андрей Терёхин. За неделю проверили 46 иностранных граждан. Нарушителей из Украины депортировали. Не выдержали проверки два магазина, реализующих алкоголь. Из продажи изъято 350 литров алкопродукции. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая сообщила, 18 апреля в Анапе открывают детский садик номер 4. Педагогический состав и детские группы полностью сформированы. Проектные документы на разрешение строительства новых дошкольных учреждений в 2015 году готовят на рассмотрение в Министерство образования. Специалисты Управления муниципального контроля подготовили 125 материалов о подаче исков в суд, претензии к хозяевам гостиниц и земельных участков из-за формулировки «Земля под ИЖС». Нарушителям рекомендовано переоформить целевое назначение земли. Направьте каждому предпринимателю, либо через главу, письмо, что отводятся такие документы. И тот, кто сегодня начнет процесс переоформления, мы приостановим тоже нашу деятельность. Отель «Капитан», который у нас горел. Среди планов на неделю и долгосрочных Сергей Сергеев назвал подготовку к летнему сезону – организацию детского отдыха. Ответственным необходимо постоянно контролировать рынок торговли и ценообразование. Задачи не новые для чиновников, но требуют нового подхода в решении. Планомерного, последовательного и в условиях взаимодействия всех городских служб. Заместитель мэра Анаба Алексей Козлов рассказал о проведении благотворительной акции на самой высокой ноте. В прошлом году благодаря акции одаренные дети получили возможность заниматься музыкой. Главы сельских округов получили задание привести все памятники в порядок. Предприятия Санкура и торговли к майским праздникам должны привести в идеальное состояние. В системе работы и внешнем виде. Внешний вид города-курорта в деталях в поручениях заместителя мэра Анапы Алексея Харитонова. Остановочные павильоны, ямочный ремонт дорог, покраска пешеходных переходов. Все работы должны быть выполнены в срок – до конца недели. Особое внимание необходимо уделить набережной. Перестелить тротуарную плитку, высадить цветы на клумбах, почистить и восстановить декоративное покрытие фонтана. С контрольным вопросом на планерке выступил начальник управления здравоохранения Вячеслав Ушаков. В докладе отметил, в состав скорой помощи включена дополнительная бригада сотрудников. В июле-августе таких групп будет еще как минимум две. До конца года в системе здравоохранения планируют укомплектовать пять дополнительных бригад скорой помощи.